О чем мечтают наринмарские парапланиристы и когда в городе появится картинг? Инициативная молодежь округа внесла на рассмотрение молодежной палаты при окружном собрании депутатов несколько докладов. С помощью общественного органа докладчики попытаются разнообразить и улучшить жизнь в регионе. От развлечений до самореализации. Такой подход сегодня применяют региональный центр молодежной политики и военно-патриотическое воспитание молодежи. По словам руководителя учреждения Даниила Исполинова, задача сотрудников – выявить потребности и создать условия для развития. Одно из популярных направлений у молодежи округа – техническое творчество. В городе есть клуб депутатистов. В нем уже третий год занимаются дети от 13 до 17 лет. Участники регулярно тренируются, ездят на всероссийские соревнования и сдают нормы на спортивные звания. У меня только одна задача стоит и одна просьба, что если мы в городе найдем помещение небольшое, одну комнату для парапланиристов, дельтапланиристов, ну дельтапланы длиной 6,5 метров, поэтому если комнаты будут побольше, то и дельтапланиристы туда, конечно, влезут. Потому что аппараты есть, все есть, есть лебедки, есть тренажеры, все есть. Но все это, знаете, кто в гаражах, кто на улице. Не хватает помещений и любителям автоспорта. Николай Ганиев и его друг вручную собирают автомобили. У начинающих мастеров уже есть соратники. Вместе они мечтают заниматься автокроссом и картингом. Для этого необходим бокс, где можно обучать ребят сборке машин. У меня есть представление о не просто автомото, таком центре, который собрал бы всех желающих. Есть представление о центре глобальном технического творчества, который занял бы все, охватил точнее все деятельности. Будет сборка мотоцикла, либо дельтаплан. И на этой же основе создать такую материально-техническую базу, где будут все инструменты, все станки нужные. Члены молодежной палаты поддержали любителей парапланов и автомобилей. Чтобы оказать им помощь, будет создана рабочая группа. Она разработает соответствующий законопроект. А будет ли он принят, решат уже депутаты окружного собрания. Такое же решение принято по еще одному немаловажному докладу о защите бездомных животных. Именно бездомные животные чаще всего нападают на прохожих. И также эти же самые бездомные животные подвергаются насилию со стороны людей, в частности, детей и подростков, к сожалению. Вот есть такой момент. Хочется отметить, что в настоящее время федерального закона о защите животных от жестокого обращения нет в нашем государстве. И я считаю необходимым создание регионального закона, основанного на опыте других регионов. Подобные проекты есть в Тверской области и ближнем зарубежье. Но работающих законов нет ни в одном регионе России. Председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин отметил, что проблема с бездомными животными в округе есть. И страдают от этого как питомцы, так и люди. Олег Котанзейский, Валентина Чебичек, Вадим Стасюк. Телеканал Север. Олег Котанзейский, Валентина Чебичек, Валентина Чебичек, Валентина Чебичек.